Сегодня, в эпоху цифровизации, это как раз доказательство того, что мы можем вполне преодолевать огромное расстояние, находиться близко друг к другу и иметь возможность поговорить о более насыщенных проблемах. Тема моего доклада уже была заявлена, сейчас я запущу презентацию. Если позволите, то я немного сокращу время своего доклада. С одной стороны, я понимаю, что все уже устали, а с другой стороны, у меня еще одно совещание намечается неожиданно, поэтому, если позволите, сокращу. Итак, управление инвестиционной привлекательностью промышленного комплекса в эпоху цифровизации. Когда мы говорим сегодня о промышленных комплексах, то мы должны понимать, что сегодняшняя Россия понимает, что стимулирование промышленного экономического роста – это как раз достаточно важнейшая задача для всех уровней власти. И можно даже сказать, что это ключевое условие развития всей социальной сферы. Ведь в мировой практике уже давным-давно есть доказательства того, что без промышленности социальная сфера просто не может развиваться. Ей для этого нет ресурсов. И вот как раз здесь, на этом слайде, приведены цитаты нашего президента, которые он обозначил на заседании президиума Госсовета по вопросам развития промышленных финансов региона. И мы видим именно эти задачи, которые сегодня просматриваются в ряде национальных проектов, в ряде ключевых стратегических задач развития российской экономики. Я хочу напомнить, что в настоящее время промышленный комплекс, конечно, традиционно выступает одним из основных секторов экономики большинства российских регионов, поскольку обладает высоким потенциалом для развития. И для того, чтобы достичь вот эту заявленную цель Россия пятая экономика мира, конечно, нам нужна промышленность прежде всего. И промышленность нам нужна высокотехнологичная и самое главное в этом еще конкурентоспособная. Вот для того, чтобы понять, как вообще в условиях цифровизации это можно обеспечить, как вообще можно повысить инвестиционную привлекательность, вот этому как раз посвящены мои основные тезисы доклада. Но прежде чем к этому перейти, хочется напомнить, что та инновационная политика, которая выстраивалась в последние десятилетия, она привела уже к определенным результатам. Вот на этом слайде как раз вы видите, что уже сделано, что получилось, что не удалось сделать и что необходимо прежде всего сейчас принять, какие меры. И большая часть исследователей, специалистов, практиков склоняются к тому, что необходимо радикально повысить эффективность инновационной политики и сконцентрировать усилия на критически важных задачах. И вот эти подходы, которые становятся там как проектное управление, они как раз сегодня направлены на это. Ну и немного о том, в каком вообще положении сегодня находится российское промышленное производство и что вообще в принципе мы можем. Вот перед вами сейчас тот слайд, где представлен индекс промышленного производства по отдельным видам экономической деятельности. Это обрабатывающая промышленность, то есть период с 2014 по 2018 годы. По данным Росстата мы видим, что в принципе у нас практически весь этот период, последние вот эти пять лет, наблюдается промышленный рост. То есть индекс промышленного производства у нас выше 100% преимущественно практически во всех отраслях, которые здесь представлены, относящиеся к обрабатывающей промышленности. Если смотреть в разрезе регионов, там картина, конечно, другая. Если сравнивать между собой отдельные виды производства с точки зрения там добычи, например, полезных ископаемых обрабатывающей промышленности, там тоже будет немного другая картина. И вот в этом аспекте очень интересно посмотреть показатели предпринимательской активности предприятий тогда, когда мы говорим о том, каким потенциалом они обладают. Это тоже методика Росстата. Вот здесь как раз представлены достаточно укропненно сгруппированные виды экономической деятельности и представлено количество предприятий, которые считаются активными предприятиями, растущими предприятиями, предприятиями угасающими. Это, конечно, связано с жизненным циклом прежде всего и с финансовым положением тех или иных субъектов. И я думаю, что картина, которая вот здесь сейчас представлена на двух этих слайдах, она очень сильно поменяется после того, как закончится 2020-2021 год, тогда, когда закончится, я надеюсь, все-таки эта пандемия. Потому что на самом деле это наложило огромный отпечаток практически на работу всех промышленных предприятий. И вот вопросы цифровизации, они сейчас выходят на первый план с точки зрения организации каких-то видов документа оборота, организации расчетов, организации обмена документами не только внутри предприятия, а с внешними потребителями, с внешними вообще контрагентами. И вот тут как раз вопросом цифровизации, конечно, уделяется большое внимание. Если говорить о том, как в последнее время вкладываются инвестиции в различные сферы промышленности, то мы можем увидеть, что в принципе 18% всех инвестиций это вкладывается в сектор добычи полезных ископаемых, 15% вкладывается в обрабатывающие производства. Все остальное это достаточно такой минимум, но при этом при всем, например, 18-й год закончился тем, что инвестиции в основной капитал, это 15%, то есть всех инвестиций, еще относилось совершенно не к промышленности и не к туризму и никаким основным другим видам деятельности, чем занимается российская экономика, а относилось к деятельности по операциям с недвижимым имуществом. И тут стоит задуматься, почему происходит такой перекос. И здесь тоже очень многое зависит от того, как региональные власти умеют привлечь инвестора, удержать его, и не просто удержать, а дать ему те условия, которые дают возможность развивать новое промышленное производство в том или ином регионе. И вот с этой точки зрения как раз мы можем еще посмотреть один вопрос, связанный с тем, как вообще инвестиционная стратегия будет реализовываться в России и какие перспективы есть. И вот если вы повнимательнее посмотрите, то вы увидите, вот где эта зеленая стрелка указана, это как раз один из вариантов реализации инновационной стратегии, который касается непосредственно промышленного сектора российского. Это вариант 3. Достижение лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследований. И вот здесь как раз получается, что это сегодня наиболее привлекательный вариант. Это тогда, когда мы с вами говорим о том, как догнать, вернее, как обогнать, не догоняя. Но мы должны понимать, что это самый затратный вариант, и он несет в себе самые значительные риски. При этом мы должны прекрасно понимать о том, что если мы не будем создавать сами свои новые технологии, цифровые технологии, то есть если мы не будем внедрять инновации, а сегодня уже докладчики не раз об этом говорили, это приведет к тому, что это не значит, что мы не будем это использовать. Мы все равно это все будем использовать, только это будем использовать чужое, покупное. Мы уже разговаривали, у нас была конференция в Пятигорске, была конференция в Твери. И вот с некоторыми коллегами, которые сегодня участвуют в вашей конференции, мы уже вопросы тоже немного обсуждали. И вот мы говорили о том, что как раз вот все, что связано с цифровизацией промышленности сегодня, это настолько щепетильный вопрос, который вот в рамках одного выступления очень тяжело охватить. И вот если говорить, например, о том, как же вот эта инвестиционная привлекательность складывается, и почему нам надо зарабатывать свои технологии, особенно передовые технологии для производства, то, по сути, это все укладывается в факторы инвестиционной привлекательности любой территории, на которой располагается тот или иной промышленный комплекс. И вот если говорить о том, как распределяются эти факторы, то 2019 год показал, что вот факторы региональной инвестиционной привлекательности в большинстве своем характеризуются именно производственным потенциалом внутренним рынком. И это вот как раз дает возможность нам задуматься над тем, что все-таки без промышленности тяжко. Вообще уровень развития цифровых технологий оказывает ощутимое вообще влияние на инвестиционную привлекательность любой территории. И здесь складывается, вот очень много исследователей уже приходит к этому вопросу, к тому, что складывается вполне логичная и очевидная прямая зависимость между вот этими показателями. То есть, ну, по сути, что получается? Технологичные инновационные территории, они имеют значительно больше возможностей для повышения своей деловой активности. И, естественно, они привлекают бизнес к реализации своих проектов намного интенсивнее и шансов больше привлечь, и новые производства развивать. А вот сама эффективность предприятия при этом будет возрастать по мере цифровизации внешней среды, уже как раз благодаря получению доступа к продвинутым технологиям. То есть, по сути, сейчас цифровизация начинает рассматриваться как ключевой фактор повышения инвестиционной привлекательности и инновационного развития российских промышленных предприятий в том числе. То есть, вот здесь ключевая точка что? Цифровизация самого производства? Цифровизация ли каких-то процессов, обслуживающих это производство? Это покажет ближайшее время. Но что мне хочется сегодня сказать? Вот сегодня есть уже так называемый региональный инвестиционный стандарт. И вот в соответствии с требованием таких региональных инвестиционных стандартов, в регионах сейчас активно создаются интернет-порталы, которые посвящены инвестиционной деятельности. И вот эти интернет-порталы, это как раз и есть проявление цифровизации, и они в своей сущности направлены на что? Они содержат информацию об инвестиционном потенциале региона, о том, какие проекты там реализуются, какая инфраструктура и так далее. То есть, по сути, такое целевое назначение этого портала для того, чтобы сформировать как первое впечатление заинтересованных инвесторов вот об этом регионе, дать возможность понять, какие инвестиционные площадки есть, какие производства есть, потому что, когда мы говорим все-таки о комплексном развитии регионального хозяйства, здесь и важно вот это понимать. Что происходит? Вот сейчас вы видите на слайде таблицу. Это национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Здесь представлена двадцатка регионов. Причем здесь эта двадцатка регионов показана в сравнении 2018-2019 года. Что здесь важно понимать? Когда я посмотрела все эти регионы, 20, с точки зрения того, почему же они занимают такие высокие места в инвестиционном климате. Кстати, здесь есть и Тамбовская область, тот регион, в котором я проживаю, и изнутри могу понимать, думаю, ну как вообще можно попасть в Тамбовскую область в двадцатку таких вот крупнейших субъектов, где высочайший инвестиционный климат. Я начала исследовать эти регионы с точки зрения того, что они делают для привлечения инвестиций. Я увидела очень многое в разных регионах, то есть по сути, по сути, вот те регионы, которые занимают первые пять мест, чем они занимаются? У них все информационное обеспечение направлено на активное продвижение специализированной организации по привлечению инвестиций. Вот этого самого интернет-портала в наиболее популярных социальных сетях. То есть тот же самый Инстаграм, Фейсбук, каналы Ютуба, Твиттер и так далее. По сути, даже созданы мобильные версии вот этих вот инвест-порталов. Кроме того, в некоторых регионах, например, в Самарской области, у них есть вообще уникальная инвестиционная карта, на которой размещаются и промышленные объекты, энергетические, инфраструктурные, социально-культурные. То есть, по сути, информативная, простая в изучении карты позволяет в будущем, ну, то есть всем инвесторам позволяет настолько оценить ресурсный потенциал, вот просто глядя вообще, что где располагается. Вот это визуализация. И в этом как раз помогли информационные технологии. По сути, вот эти изменения в рейтинге Агентства стратегических инициатив, связанные с инвестиционным климатом, они как раз позволяют сделать вывод такой, что эти инвестиционные порталы являются как раз инструментом, цифровым инструментом представления общей картины о регионе, о тех производствах, которые сосредоточены в регионах, и самое главное, о свободных инвест-площадках. Вот здесь как раз представлена таблица, где, в принципе, собраны, ну, сейчас, может быть, немножко ситуация изменилась, потому что подсчитать это все, это очень трудоемко было. Вот здесь как раз представлена активность региональных инвестиционных порталов. И если вы посмотрите, то это регионы, которые, в принципе, в ту двадцатку и попадали. Здесь вот, например, такой показатель, как возраст домена, это сколько сайт с момента создания по настоящее время действовал. Но настоящее время, это вот не сейчас, октябрь 2020 года, а это июль 2020 года. Это индекс Яндекса, индекс, как интегральный показатель, демонстрирующий оценку сайта по многим там параметрам, то есть это вот мы со студентами нашими подсчитывали. Индекс Гугла, внешне уникальные ссылки, внешне уникальные домены. И вот как раз дает возможность вот этой картины посмотреть, как цифровая технология позволяет презентовать себя региону инвестиционным сферам этого региона и так далее. И вот привожу пример, как вообще, в принципе, выглядят вот эти инвестиционные порталы. Это вот инвестиционный портал нашей Тамбовской области. Здесь есть вот эти вкладочки, где там о регионе, проекты, площадки, поддержки, инвестклимат и так далее. Наполнение достаточно серьезное идет. Можно посмотреть площадки, можно посмотреть территории опережающего развития, которые для создания. Можно посмотреть инновационные парки, которые созданы, технологические парки. И в принципе, какой напрашивается вывод? А вывод здесь очевиден, что в условиях постиндустриальной эпохи эффективное информационное сопровождение и применение передовых технологий – это необходимые условия устойчивого, динамичного социально-экономического развития региона и его промышленных комплексов. И нашим регионам, нашим промышленным комплексам следует поучиться у Института научных коммуникаций, уметь себя продвигать в информационной среде. Коллеги, огромное спасибо за возможность высказаться. На этом мой доклад закончен. Если у кого-то возникли какие-то вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. Продолжение следует...